Она согласилась, что после службы она... Там ее Севастьяна зовет. Я расскажу. А Татьяна Кузьминична пойдет, она ей все расскажет. Завтра она должна быть. Сегодня она не отвечала. Она завтра будет. Она уехала куда-то. Она будет. Жива будет. Угодно будет Господу. Утром идет. Ну все понятно, ясно. Тарасик, а что вы у тебя там не улыбаешься? Тарасик, а что нормально ему все? А для вас немножко, пожалуйста. Он читает лучше, чем многие из нас. Ну да. Все так быстро. Давай заново. Что-то Нина Александровна сегодня не в духе рассказывать. Так она обычно подробности там все... Да я уже надоела. Ну да. Я там не была. Я там не была во храме. А я там молюсь на улице. Я пришла и молилась на улице. Татьяна Кузьминична зашла во храм. Ее там пригласили, конечно. И в этот раз она пришла пораньше маленько. Перед тем, как идти, мы еще посоветовались. Она говорит, не, ну там вот так, вот так. Но я же ничего. Я говорю, знаешь что? Там у них есть жертвенник. Ты свою жертву на сегодняшний день что-то хотела бы? Положи в ящич его жертвенник. Ну и все. Я говорю, где-то там спросил кого. Я не видела где, но он там как-то висит так, что его не видно. Она, правда, она спросила. Когда зашла там у кого-то у женщин, спросила, куда ее. Ей показали, куда она жертвенника ставила, ставила. Прошла она. Там у них есть мощи. Она поклонилась кресту, поклонилась мощам, подошла. Даже приложилась, как она рассказывала. Но она завтра лучше расскажет. А потом дальше у них повернулись события. Необычайным образом просто. От нее ничего уже не зависело? Нет. Ее спровоцировали? Нет. Они ее не провоцировали, а прямо конкретно на нее наступали. Требовали отречения. И провоцировали. Это все. Так нужно вам расскажет. Отречение даже. Я же там с ней не была и расписать что-то не было. Ну она вам-то, наверное, что-то не сказала. Они ее к вам привели-то или как? Или она сама одна вышла из храма-то потом? Вот Татьяна Кузьминична завтра. Конечно. Нас будет рассказывать. Завтра. А Таня-то здесь, что ли, приехала? Да, ребята. Вот потому Дубинов и другой совсем. Ну ладно. Завтра, значит, завтра. Завтра она занята. Жила здоровая. Жила здоровая. Слава Богу. Настроение очень хорошее. Мы жили с ней вместе. Глядим. Духи на том дыхании в одной радости. Хорошо. Это очень хорошо. Я все время печку вашу вспоминаю. Я никогда такой печки не видел. Русская печь? Да, у меня... Русская печь? Да. Это чтобы жохорку жарить там? Запекать, да? Нет. Как у баби еди. А в ней выться можно? Нет. Как он называется-то? Закрывается. А, задвижка? Заслонка? Она маленькая, уютненькая. Она никелированная. И она как зеркало. Чистая, чистая. Ну понятно. И она блестит печка, такая, вся кафель выложена. Как будто... А, и за здесь, и за слон. Ну понятно. Ну, деньги, когда есть, что-то все за деньги делается. У меня была деньга, я тоже там дворец построил. А так. Речка у нас. Сказку, допомните, Баба Яга там толкает... Жахарку. Да. Откуда это, Гердзимович? Жихарку. Я тот статью прочитал, откуда это поверил. Даже мастер. Поверь я какую. Оказывается, раньше этих младенцев, которые недоношенно рожались, и вот эти бабушки всякие повитухи, там другие, как говорится, православные в кавычках, язычество сплошное было. Они этих ребят обмазывали полностью тестом, чтобы были ноздри и глаза. И толкали в печь, такой в теплую, без огня. Ну, это понятно. Раз, и обратно. И при этом говорят слова. Притом, такие слова, что она говорит одно, а другая там мать заходит, произносит... Ну, то есть целый сценарий у них разыгран такой, подходит под окно, там тоже говорит. То есть я вообще... Это духа в злых отгоняют, чтобы они не подходили к нему. Они его прячут в тесто, как будто это не ребенок. А там где-то ребенок, как будто это другой там чей-то. А этот где этот, этого нет. Ну, это у этих, у дикарей такое тоже. Они там вокруг головы, там дышат, там курнут, окуривают. Вот я игру это, в православных туличках. И зачастую. До сих пор полно. Ну что, поехали? Да, все, поедем. Все, поедем. Все понятно. Продолжение следует. Да. С Богом. Любая. У меня так fishing programs. Бук-ли-кураль. Это такой коммут.